Ну, мне кажется, санкции повлияют прежде всего в том отношении, что вот этот, так сказать, менеджерский мир, мир маркетинга или еще что-то, уйдет на второй план. Поднимутся, наверное, люди будут чаще задумываться о себе самом, о своем развитии. Потому что взращивание в течение нескольких лет человека-потребителя, мне кажется, это, ну, да, хорошо живем, купил такой телевизор, купил такой, одел такие шмотки или такие шмотки. Но в конечном итоге, конечно, много можно выходов из этой ситуации, пережить этот момент. Но человеку, наверное, свойственно получать удовольствие. Но если этим удовольствием потакать, то воспитание души, наверное, духа не происходит. Поэтому, ну, наверное, будет этот момент. Я надеюсь на то, что, потому что все вздохнули, и об этом неоднократно говорились, даже сельское хозяйство, эти фермерские хозяйства, что дайте нам возможность, мы накормим всю вашу страну. Но я боюсь, что там среди сильных мира сего окажутся трусы. Ну, окажутся трусы, которые могут это опять повернуть спять. Потому что легче всего сидеть на своем месте и получать ежедневно там свою ренту, свои деньги. А когда это уходит, думаешь, блин, ну, ёлки-палки, что-то я меньше стал зарабатывать. Наверное, плохо, что санкции вели. Поэтому начинаются эти разговоры. Но, ребят, ну, всегда, везде есть противостояние. Мы забываем об этом. В спорте всегда есть противостояние. Команда на команду. В футболе борьба, каратэ, бокс, синяки получают. Но ничего, выживает, становится победителем. Почему нам не взять эту сторону и для себя? Почему так же все время ждать и кому-то это... Говорить, что... и ждать ответа. И там все папы, которые сверху смотрят, говорят, это хорошо, это плохо. Вот это вы зря сделали, а это не зря сделали. В конечном итоге, ну, это наши ошибки, это наш путь. И на этом пути, на этих ошибках, наверное, изращивается настоящий русский дух. Дух Руса.